а знаете ли вы что в таиланде есть специальный язык для разговора с королем вот как то так всем привет с вами книга коп добро пожаловать на мой канал в центре нашего внимания сегодня шикарная книга жизнь без лекарств авторства авдулина издание 1982 года шикарное издание я буду цикл этих книг периодически выкладывать посчитаю они очень нужны очень важны и чем же таким этим книга нам будет с вами интересно давайте посмотрим более подробно и так здесь есть про дыхание движения утро начинается с гимнастики очень шикарный раздел многим советую самомассаж ноги и ку кожи тканью чтобы дети росли здоровыми безумно нужно хотите в расти хотите поправиться неутомимые стройные ноги следите за пищеварением лет даст до ста расти активности покой физкульт аптечка и прочее ой как это красиво все это интересно но что же давайте более подробно давайте посмотрим чему же эта книга может нас научить ну вот примеру начинаем про утро тут очень много кстати картинок то есть молодцы авторы помимо того что здесь есть теория в виде буквок так уж выходит что многие ребята с клиповым мышлением умные умные все все умные и тоже те кто любит читать но все-таки клиповое мышление у многих преобладает конечно хотелось бы каких-то картинок поэтому появлялись вот эти спортивные все вот и передачи по утрам тарам тарам парам парам где ребята девчонки занимаются разминками фитнес там и прочее прочее вот ну мы говорим конечно конкретно книги чему учит книга мало кто показывает скажем так вот то что я сейчас прочитаю мало кто это показ вообще я этого не видел итак начнем с пробуждения мозга как только вы открыли глаза закройте их снова опять широко откройте и плотно сомкните веки затем спокойно дышите сделайте вдох 1 2 3 выдох 1 2 3 затем паузу пошевелите ноздрями как бы раздувая их сморщите нос и сильно выдохните несколько раз прочистите рот круговым движениями языка по часовой стрелке и против нее проглотите слюну за заметьте это вы все еще делаете лежа в постели то есть где в этот фитнес там в постели этот видели да тут мы пробуждаемся многие конечно делают зарядку в семьях скажем так только мобильные телефоны смартфоны вот а утром став многие идут там пить кофе то не все идут сбежать там разминкой занимаются истерии вот такое вот у нас утро кстати интересная книга я потом ее посоветую рассказано про то как почему понедельник день тяжелый как мы активируем свои клетки по состоянию когда они расслаблены то есть человек все равно с работы приходит ему надо отдохнуть у него клетки мобилизированы его в его организме вот и потом когда они перестраиваются мы уже переходим к тому что вот наконец мы дома то есть быстрая перестройка это все зависит от того как вы умеете мобилизировать свои клетки в организме то есть не ладно это отдельная тема вот так же и понедельник день тяжелый когда несколько дней может быть у людей выходные то в этом плане конечно же сбор клеток в понедельник становится мобили их мобилизации активация становится большой проблемой для ряда людей и для их организма и так здесь конечно огромные шикарные советы что нужно делать дальше это все еще лежа в постели вот элементы массажа головы и прочее прочее вот пожалуйста все это делаете лежа лежите вот таким образом занимаетесь вот ходьба лежа сгибайте разгибайте стопы и прочее прочее безумно интересно безумно советую это дело посмотреть так ну что переходим но допустим к дальнейшему варианту вот у нас тут водные те же процедуры соответственно чтобы дети росли здоровыми я хочу акцентировать на это внимание очень важно потому что все это прививается с детства если вы помните заметьте книга 1982 года я конечно много чего понимаю но кто знает про лихие 90 и многие ребята были спортивные да такие все активные но между прочим это плюс советского союза прошу отметить это просто выхлопу у тех ребят получился ну такой какой получился вот но тем не менее здоровья было хоть отбавляй у многих у многих чтобы дети росли здоровыми и так кожа важнейшая одежда нашего тела кожа ребенка более ранимые особенно нуждается в свете воде массирование прививайте малышу гигиенические навыки с раннего детства тогда они закрепятся у него на всю жизнь ветер и поле привольно шевелит травы и листья чтобы очистить землю от сухой травы и опавших листьев в саду надо взять грабли так утром нужно очистить кожу головы спокойно и тщательно расчесывая волосы гребенкой затем чистым гребнем чтобы укрепить корни волос массируя кожу освободить ее от отживших клеток снимите с кожи перхоть вот ну тут по поводу чистки зубов очень интересно вот вот очень важная позиция хотел бы отметить и остальное будете читать сами друзья мои ребенок очень рано появляет проявляет желание к самостоятельности он жаждет сам есть и пить одеваться и раздеваться его ручонки цепко держит погремушку отправляют ее в рот позднее он тянет туда ложку старается удержать чашку еще лежа в коляске малыш ловит свои ножки будто хочет их обуть учи пока поперек лавки лежит справедливо утверждает народная мудрость формируя сложный организм ребенка воспитывающим обучением утверждают физиологи движение помогает детям развиваться полноценно вот по поводу чистки зубов очень важно здесь то есть кстати какой щеткой вот здесь советуют более твердой щеточкой чистить зубы вечером более мягкой утром вот по поводу детей это это очень интересно очень интересно почитаете побалдеете ну вот собственно друзья мои это всего мелочь которую я здесь вам представил пожалуйста смотрите изучаете мамы папы и дедушки бабушки кому угодно и ребята друзья дорогие книга копатели советую вам эту книгу ссылочка будет под видео на сайте книга коп точка рф ну а мы с вами отправляемся не куда-нибудь в 3d виртуальный тур а именно в акрополь ну что вы готовы тогда вперед отправляемся с вами не куда-нибудь а в самый настоящий акрополь и итак вот этот акрополь обожаю 3d туры я всегда готов пропагандировать эти 3d туры потому что это это красиво ты сидишь дома а сейчас хоп отправился куда-то далеко куда-то куда-то очень далеко но обратите внимание посмотрите как это красиво как это красиво конечно же многие скажут что здесь наверно скорее всего много чего уже восстановлено много чего здесь переделано потому что от реальности здесь вроде бы мало чего осталось вот ну возможно это так возможно это не так каждый выбирает сам для себя но моя задача в настоящий момент побыть в этом акрополе окунуться в эту историю вот тут просто побалдеть просто побалдеть давайте посмотрим на кладочку какая тут кладочка что это себя представляет этот красивый акрополь как это все выглядит какая как это все интересно посмотрите посмотрите да вот это вот вот настоящие смотри какое производство технологическое производство не ручная работа я не знаю кто мне скажет что это ручная работа тут фантик просто где это ручная прямо в ручками прямо вот тут у ту 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 но не знаю не знаю ребята все это отливочные технологии или шлифовочные ну то есть это просто в меня пока мало кто убедит в том что это делали люди с какими-то примитивными орудиями шлифовывали выгравировали и прочее то есть ну ну нет нет опять же вот истории потрепана да вот это вот вот но опять же может быть это наводил вот что наводил что не наводил сейчас мы я сказать трудно давайте пойдем дальше посмотрим что нам предлагает экскурсия заглянем дальше так с другой точечки с другой точечки мы с вами посмотрим вот чем хороши 3d туры это тем что можно увеличиваться можно увеличиваться можно уменьшаться и наблюдать за этим всем более подробно так вот смотрите смотрите какая кладочка ну-ка ну-ка на так красиво это же красиво это красиво всем советую ходить на 3d туры это просто красиво это интересно так вот это что за пила такая я чего-то не понимаю или я чего-то далеко не понимаю вот посмотрите какие варианты но это просто это же механическая обработка механическая обработка ну не знаю все это но это красиво это красиво цивилизация была продвинута продвинута в своих технологиях продвинута они это делали они это делали красиво изящно они это делали очень вкусно и интересно ну что ж так давайте зайдем сюда в другую точку заглянем на другую позицию на акрополь так ой красота какая смотрите все колонны разные все они разные все вот это все до мелочей фактуры какие фактуры солнышко о но это же просто чудесно где еще вот так вот сидите вы дома да и наблюдаете ну что ж друзья мои на этом я думаю сегодня наше 3d путешествие закончена спасибо вам что смотрели благодарю за то что интересуетесь делитесь просто шикарными интересными ссылочками на интересные ресурсы спасибо вам за то что вы любите книги что ж палец вверх подписываемся на канал а я продолжаю дальнейшие книга коп пока пока